Такими положительными переменами охвачены и другие территории региона. В Харизмской области реализуются перспективные проекты, возводятся современные объекты. Действующие создают новые рабочие места. Один из таких фарм-предприятий, ориентированное на импортозамещение. Между тем, особый акцент и на развитие дорожной инфраструктуры в основе преобразования интереса и благополучия людей. Дорожная инфраструктура Дорога начинается с Ургенческого района и ведет к центру Кошкупырского, соединяя его с Хивинским и Шавацким районами. Ее общая длина 35 километров. В результате проведенных ремонтных работ пропускная способность будет увеличена до 14 тысяч единиц автотранспорта в сутки. К тому же для жителей здесь построили пешеходные и велосипедные дорожки, установили систему ночного освещения на солнечных батареях, а вдоль дороги будет создано 2 гектара зеленых насаждений. Кроме того, 15 тысяч саженцев, декоративных деревьев и тополей передадут работникам транспортно-дорожной сферы. За мной закрепили посадку деревьев вдоль дороги. Посадил их в 6 рядов протяженностью в 1 километр. Эту территорию мне предоставили на 10 лет на договорной основе. Лет через 5-6 они подрастут, и тогда смогу продать их в среднем по 100 тысяч суммов и получить доход в размере 100 миллионов суммов. Это будет хорошей финансовой поддержкой для нашей семьи. Сегодня в регионе имеется более 9 тысяч километров автомобильных дорог. Из них 2 221 километр дороги общего пользования, 6 797 километров внутренние. 27% из них находятся в ремонте. Данный вопрос, кстати, долгое время откладывался в дальний ящик и оставался одной из самых наболевших проблем населения. Сегодня решение данного вопроса в фокусе личного внимания руководителя страны. Отметим, что только в прошлом году в регионе было отремонтировано 955 километров автодорог. Я являюсь председателем Махали Кенегаса с 2019 года. Место, где мы сейчас находимся, является связующей территорией Кушкупырского района с другими районами. По ремонту этого участка ранее поступало много обращений от наших граждан. Рад, что данный вопрос решился положительно. Люди этому очень рады. Наконец, наши улицы привели в порядок. Дороги заасфальтировали. Посмотрите, какие красивые улочки. Благодаря хорошему освещению можно гулять по вечерам. Спасибо нашему президенту. Ранее дороги были очень плохими. Ездить в город было трудно. Теперь все благоустроено. Примечательно, что современные технологии здесь использовались при проектировании и диагностировании автомобильных дорог. Определение координатов GPS и гладкости дорожного покрытия. Создание цифровой 3D-модели дороги. Это Toyota Hilux. В ее базовой комплектации установлено два измерительных прибора. Один предназначен для определения ровности покрытия. Он измеряет наличие дефектов по международному индексу Aero. Второй находится позади машины и определяет ухабы и неровности на поверхности дороги. Данные автоматически фиксируются приборами. И на основе этих изучений мы составляем план ремонта. Ранее специалисты работали, как говорится, на глаз, с помощью рейки. В день измерялось 10 километров дороги. А для обработки полученной информации тратилось много времени. Благодаря же данной технологии мы можем проводить изучение на 100 километрах дороги и значительно сэкономить наше время. И таких преобразований, в основе которых прежде всего интересы народа, его благосостояние с каждым днем все больше и больше.